Что лучше переносит холод, традиции или новые технологии? Узнаем и испытаем на себе прямо сейчас! Испытано на себе Мы рады приветствовать вас на канале Якутия24 В эфире программа Испытано на себе Сегодня у нас речь пойдет о зимней одежде Причем не просто мы будем говорить про нее Мы будем ее испытывать на себе Соответственно, у нас сегодня будет три человека, три модели Первый участник у нас будет в стандартной городской теплой одежде Второй участник у нас будет в высокотехнологичной охотничьей одежде И третий участник будет одет в традиционную северную одежду, меховую Но обо всем по порядку Давайте начнем сразу Тот человек, который будет в обычной городской одежде, это буду я И что же я буду на себя надевать? Ну, в целом, я думаю, многие пользуются таким способом Если нужно передвигаться по холодному городу То надеваются сразу теплые штаны на обычные джинсы Или вот такие брюки на офисные То есть, для чего это делается? В целом, вам тепло, пока вы идете до работы А на работе вы просто можете скинуть теплые верхние штаны Положить их в шкафчик, переодеть туфли И вы готовы к офисному рабочему дню Вот, в целом, получается, что нижний слой на ногах у меня будут играть вот эти брюки Далее, термобелье Ну, в моем случае, в вашем случае, можно представить, что это, в принципе, обычная рубашка Следующее, что я буду надевать, это флизко Обычная кофта Обычная кофта И пуховик Ну, в моем случае, это пуховик Баск Модель я не помню Точно не скажу Но он достаточно теплый То есть, под наши зимние условия был приобретен Ну, в целом, уже возраст не тот, когда можно бегать в кроссовках по зиме Поэтому, как бы, я думаю, каждый здравомыслящий горожанин, который знает, что нужно передвигаться в холодные дни Приобретает себе теплую одежду На голове, так как капюшон достаточно теплый, будет флисовая шапочка Вот такой вот, типа, шарфик, труба Обычно в городе я хожу в таких вот перчатках, которые кладу сюда, в нагрудной карман Но, тем не менее, сегодня, скорее всего, я еще буду снимать Поэтому взял еще с собой теплые рукавицы Вот, и верхний слой по ногам Это штаны Баск Алдан Модель Ну, достаточно теплые, уже такие проверенные штанишки И на ногах трекинговые зимние ботинки Ну, по описанию были до минус 50 градусов То есть, достаточно теплые 600 грамм утеплителя Вот, ну что, сейчас Самое время познакомиться с нашими остальными участниками И оставайтесь с нами Испытано на себе Друзья, ну что, второй участник нашего эксперимента, испытания зимнего Дмитрий Васильев Дима, привет Привет Вот, он будет представлять национальную северную одежду Дима, расскажи поподробнее, что ты сегодня будешь на себя надевать Так, ну, самый нижний слой, верхний, это вот такая Самый нижний? Да, самый нижний, это вот такого плана термобелье Первый слой И вот такие обычные я взял сегодня три кошки Потому что... Начесом? Да, немножко, нет, нету начеса Потому что в ходе носки я испытывал разное термобелье И пришел к выводу, что в принципе нет разницы, что ты носишь под этой одеждой Главное, чтобы она не натирала и она была удобной максимально мягкой Ага, то есть, если, например, синтетические, синтетическая одежда многослойная Она именно требует, чтобы была синтетика, да, термобелье То здесь, если мы говорим о натуральном, то можно, в принципе, и натуральный нижний слой надевать И, например, вот над этой одеждой я сразу надеваю вот такого плана, ну, куртка, да, я называю куртку То есть, без кофта, без ничего? Да, без кофта и без ничего сразу, это без разницы, это минус 50 Вот такого плана сразу надеваю Так, на ногах у меня это самый нижний слой, это вот такого плана, ну, назовем их условно кянчи, да Такие кянчи, внутри мех оленя стриженный Стриженный мех оленя, это, соответственно, шкура Да, это шкура Над ними я надеваю вот такие длинные торбоза Это вот на кянчи надеваю И на подошву надеваю вот такие галоши Что тут интересно, если тут видно Вот он шит из кусочков кожи, да, вот в квадратике Это кожа, которая находится между копытами оленя Их вот вырезают и потом вот их сшивают и получается вот такая вот подошва То есть, это сразу по снегу ты ходишь? Да, по снегу я хожу в них Приезжаю, допустим, в избушку, я их снимаю на улице, оставляю и в избушку уже хожу вот так вот Поэтому вот эта подошва, она такая толстая Сейчас мы идем на улицу в городской режиме, то есть ты тоже все равно наденешь их? Да, я надену их обязательно, потому что в них будет холодно Это шкура лося, вот эта вот подошва, да, толстая И над ними я надеваю вот такие штаны, но они по размеру как бриджи, они такие, они не днинные Все-таки суровые северные парни надевают бриджи Да Шорты, ходят в шортах зимой Вот, и на голове у меня будет вот такого плана традиционная шапка Она шита из шкуры олененка, это молодой олененок Она мягкая, очень теплая И вот этот вот опушок, он очень интересный тем, что это мех росомахи И его свойство, главное, что она не индивеет То есть если вот на улице вот минус 50 дышать Лед, льда не будет, там будет как снежная пыль Просто встряхиваешь и все Вот мы, ну, думаю, увидим Интересный нюанс Вот, ну вот, вроде все, пока Отлично, ну что, мы сейчас увидели, в чем будет у нас одет Дмитрий Сейчас переходим к нашему следующему участнику Наш третий участник, здесь у нас уже идет чисто охотничья тема Эдуард, познакомьтесь, Эдуард, приветствую Приветствую Ну, надо сказать, что Эдуард сегодня будет участвовать в одном комплекте Но принес он не один комплект, о котором он сейчас расскажет Эдуард, пожалуйста Здравствуйте Ну, хочу сказать о том, что я на охоте использую, ну, скажем так Очень известную одну компанию, бренд Кроме нее у меня есть еще и Браунинг, Блэзер, Куи и так далее Ну, предпочтение я отдаю вот этой вот фирме Это, скажем так, бренд одежды не для пижонов, а он действительно Ну, обусловлено Работает? Работает, он реально работает Если, предположим, взять, начиная с базового слоя, с футболки, там, с термухи Термуха вообще подразделяется у них на три вида Два модуля Это термобелье, скажем так, и компрессионное белье В зависимости от активности в тот или иной период года Подбирается разное Я вот принес то, что я чаще всего пользуюсь Это вот такая футболка Потом идет softshell Вот худи, вот такие вот, да? С разными модулями включения, там, предположим, в моменты Со спантекса она в четырех измерениях растяжимая Одежда под разные, скажем так, вот модели После базового слоя термобелья, да? У меня термобелье, есть комплекты еще ситки Это на основе шерсти мериноса, мерина Но я его просто не стал брать сегодня Потому что будут у нас съемки на улице Поэтому не стал брать Вот, мы используем другой комплект В средний утепляющий слой я использую вот этот вот Серия, скажем так, называется Light Кельвин Light Вот она Это softshell, это средний слой Вот она Вот Ну и наружный слой, который я использую Это городской, для городского ношения Вин, скажем так, Down Вот и Вот сейчас И самый главный, самый главный, самый теплый У них вообще четыре есть вида Это Blizzard, Borrow, Incinerator и Fnatic В данном случае у меня Down Вот этот пуховик, скажем, он легкий очень Это самый верхний слой, да? Да, самый верхний слой Он утеплитель Prevaloft Go Это 70% европейского гуся Вот это водоотталкивающей пропиткой Пух натуральный И 30% полостана Ну, надо отметить, да, что вот именно многослойность Многослойная тема, да, вот это Например, если бы я увидел такую куртку в магазине Я пощупал, подумал, это, наверное, на осень наношу, да? Где-то вот так вот Ну, а в целом, когда это работает со слоями То есть это можно носить до каких градусов? Ну, я ношу спокойно до 50-60 Вот система слоев вот этих элементарных То есть позволяет комфортно передвигаться? Да Вот такая вот, то бишь Ну, система слоев, она работает каким макаром? Это паропроницаемость, теплоизоляция Пар выводит, тепло сохраняет внутри Не дает человеку замерзнуть Почему вот мы в 80-е, в 90-е годы, когда охотились Носили кольсоны старые, ХБ поддевки Там так называемые кольсоны, да? Они с ХБ были шерстяные, полушерстяные Они гидроскопичны, они накапливают влагу и не отводят ее Поэтому в статике после активности определенной ты начинаешь замерзать Здесь это все отводится, ну, действительно Но, опять же, нужно понимать, что нужно сочетать грамотно вот эти слои Чтобы действительно они работали Я бы еще слышал, что, например, если взять Середину, например, вторым или третьим слоем взять другой Другой материал или еще что-то, он не работает и все Не работает, абсолютно И после этого начинают люди ругаться, материться, хаять эту одежду Что она действительно не рабочая, хоть и дорогая и так далее Просто нужно гармонировать грамотно и эффективно, чтобы она работала Вот, а сегодня я одену худи heavyweight Она вот с системой Polygen Она с солями серебра наполнена Которая обеспечивает бактериостатическое как обеззараживание И предотвращает развитие микроорганизмов, бактерий Которые вызывают от пота запахи и так далее, и так далее На охоте запах человека не распространяется В использовании вот эту одежду системой Polygen Это вот будет базовым слоем Softshell это вот такой будет у меня Тоже в этой же фирме Вот, а верхним слоем я одену, скажем так, набирающие обороты Среди якутских охотников фирмы King Hunter У меня есть три костюма King Hunter Это вот Winter, есть домисезонный, тройка Вот, и есть еще ветрозащитный специальный Он больше на осень Вот, всеми тремя костюмами я активно пользуюсь Вот, сегодня мы затестим вот этот вот Чем он хорош Он, ну, естественно, удлиненный покрой Паркин, закрывающий спину Вот, в наиболее нагруженных местах 8 карманов Сейчас покажу Комбинезон такой вот удлиненный Вот, очень-очень с наколенниками Нагрудные карманы есть, утепленные То бишь, и самая главная фишка этого костюма в том, что у него встроены Да, у него электрические нити И у него есть система подогрева Есть карман Есть рот Подключаешь его Все Вставляешь его И Вот здесь вот есть кнопочка Вот она активировалась Долгим нажатием Это самый слабый зеленый режим Синий это средний И красный это самый максимальный разогрев Разогрев спины и плечевого пояса Ну и что сегодня мы, наверное, увидим с помощью тепловизора Да, сегодня у нас А, и перчатки, понятно, да? Перчатки и обувь Так, перчатки я использовать буду Ремингтон Внутри вот такие вот перчатки И для быстро сброса я использую вот такие вот варежки Особенно в зимний период Когда холодно Они на резинке И скинул Удобно Перчатки будут внизу Обувь я использую Если где-то в статике То, ну вот опять же Имеющий высокую популярность У нас Это фирма Каблан Обычные ЭВА сапоги С хорошим вкладышем Кянчу Вот Если двигаюсь Если двигаюсь Если средняя активность Я использую Унты Тоже А для активности Для активной фельдбы Я использую Как? Вот так показать Да Нордфейс Вот А термобелье Термобелье В котором я обычно я нахожусь Это фирма Матома Ну цена-качество Нормально И шапка Шапка, да Шапка у меня Я на охоте Обычно использую Для ходовой охоты Балаклаву Использую Типа подшлёмника Такая демсезонная шапочка Ремингтон Вот Ну и ветрозащитная Непродуваемая Шапка Ситка Тоже Она такая Утеплённая Лёгкая Ну и в то же время Ветрозащитная Отлично Друзья Ну что Сегодня Хотелось бы отметить Что мы будем Производить Производить Мониторинг Не только Своими чувствами Субъективными Но также Будем По возможности Снимем Когда у нас Вся одежда Охладится На тепловизор И плюс Как мы все Оденемся Также мы разместим На каждом участнике Датчики Термодатчики Которые каждые Три минуты Будут фиксировать Температуру Один я думаю Ну Повесим где-то В районе груди Да вот здесь И второй Там налево Или на правой ноге Ближе вот К лодыжке К лодыжке Да Вот Ну а сейчас Прежде чем мы Начнем одеваться Давайте взвесим Наши одежды Испытано на себе Обычные весы У нас тут Как бы Не на Миллиграммы Да Идет разговор В целом Для интереса Сейчас мы замерим Комплект Каждого участника Сейчас Эдуард Загружает В сумку Свою одежду Собую будем делать Или без обуви Да без А у Дины Тобой с обуви А да Красиво Ну я могу снять Давайте Собую сделаем Ну Пауэрбанк тоже будем класть А Да он весит Там я не знаю Надо надо Ну давайте А вот это Отразим 30 тысяч Миллиампер Этот пауэрбанк Достаточно увесистый Сам по себе Но можно Соответственно Поменьше Ну и Времени Конечно Он будет Тоже Работать Поменьше Так Готовы Сейчас Стакается 7 килограмм 100 грамм Даже Ну 7200 Обратите Внимание Что Так как Сильно Да Все таки Линяет Одежда Да Есть Такое Поэтому Допустим В машине Или где-то Это очень Довольно Неудобно Бывает Но мы Одеваем Все В избушке В эту Одежду Или Перед Посадкой На Буран Непосредственно В гараже Поэтому Нормально Так Все Вместе С ботинками Так Ну-ка Возвращая Самому Любопытно Сколько Они Десят 6700 6700 Да На полкило Так Ну Кстати Интересно Да Я думал Что Высокотехнологичнее Будет Полегче А То есть Полегче Было Хорошо Тогда Сейчас Значит Городская Дерзан Загружается Бау Я не знаю Влезет Нет Так Так И Ботинки Ну Эти Брюки Я не буду Снимать Сапка Куда Сюда Положи Рукавит Что Я положу Внутри Все Так И Взвешивание Так 6300 6300 Самое легкое Получается Получается На среднем Где-то Около 7 килограмм 6,5 7 килограмм У всех По одежде Вот эти Грамма На себе Не чувствуют Ну Да Ну И В целом Я думаю Еще Брюки Туда Положил Так Как Раз Где-то Было Ближе К 7 Ну Что Сейчас Друзья Мы Начнем Одеваться Вешаем Наши Термодатчики Во-первых Они Синхронизированы По Времени То Есть Перед Тем Как Активировать Выставил Время То Есть Там Идет Точное Время И Каждый Из номерков Каждый Из датчиков У нас Пронумерован Допустим Разделяем 0102 Это Один Человек 0304 Второй И 05 И вот Такой Неподписанный Это Будет 06 Значит Я Предлагаю Нечетные Надеть На Грудь А Четные Давайте Так В районе Колено В принципе Бывает Так Что Если Уж Промерзает Конечность То В целом И температура Здесь Тоже Понижается На Своем Примере Сейчас Я Покажу А Потом На Всех Наденем Даже Чуть Ниже Получается Грудь И Второй Четный У нас Пойдет Привяжем За ремень Будет Висеть В районе Колено Так Вот Под Штанами Продолжение следует Продолжение следует... Сейчас мы уже выбрались на улице Для статистики нашей Значит 12-15 Мы повесили датчики Скорее всего Они покажут высокую температуру Потому что мы вспотели Пока собирались Сейчас уже 12-42 Мы уже Начинаем потихоньку Остывать Да То есть мы уже вышли Соответственно На улицу Во время сборов Мы увидели Что у Дмитрия Есть еще одна Очень интересная Очень интересный момент Пуговицы сделаны Из Рога оленя Фишка с рукавицами Очень интересная Они тоже встроены Непосредственно Саму И заворачивается Вот так Это одно целое То есть Например Вне Чтобы Сейчас Придется Привязывать Да Чтобы Как Рукавицы Непосредственно Непосредственно К пуховику То здесь Они уже просто Интегрированы В саму В саму Шубу И охотничий вариант Для быстрого Сброса Вот Вот здесь Уже все продумано Как видите На резинке Ну и соответственно Открывает Для пальцев Входа Так Ну что Все Мы сейчас Не теряем ни минуты Значит у нас Первая часть Это Ходовые испытания Мы сейчас Пройдем Прогуляемся По городу Отсюда мы Пройдем до площади Орджоникидзе И там С вами увидимся Ну а По ходу движения Еще наверное Какие-нибудь Впечатления Свои Поснимаем Впечатления Мы прошли Чуть меньше километра У нас ушло На это Где-то Ну где-то Около 12-15 минут Сейчас Такой Чекпоинт Да Мы сейчас Кто что Ну начну Наверное С себя Так как у меня Здесь простые штаны Под низом Я вот ощущаю Небольшую Такую Ну я бы не сказал Что это прямо холод Но прохлада идет Вот в районе колен Как раз кстати Где висит датчик В целом А здесь Очень жарко То есть прямо Скорее всего Из-за того Что я обычно Вот этот Баф не одеваю Но сегодня Я его надел И за счет этого Он очень хорошо Держит тепло Потому что мне Вот прям Еще вот здесь Как бы еще есть Запас прочности Так сказать Да Дима у тебя как? Ну Ожидаемое тепло Потому что Этот костюм Я уже ношу Лет 7 наверное Именно вот этот Но ожидаемое тепло И по ощущениям Ну комнатная температура Как будто я нахожусь дома Лицо тоже не мерзает Ничего не мерзает То есть нет такого момента Что прямо жарко Где-то Нет у меня перегрева нет Перегрева нет Ага То есть я чувствую Что вот у меня Вот еще пока Вот в районе спины Такой Ну Жарит Эдуард У вас Какие ощущения Через километр? Ощущения двоякие Скажем так Внутренним слоем Которые у меня одеты Базовый И стопшел Средний утепляющий слой Им вопросов нету Вот кингхантеру Да Есть определенные вопросы Здесь вот нормально Как бы По ногам тоже хорошо Но Перегрев ощущается Все таки А поэтому даже Подогрев не включал Пауэрбанка своего Почему? Потому что Ну будет перегрев Очень прям сильный Чувствуется так И что хотел заметить Обратить внимание Вот на вот эти вот ботинки Ну бакланы Которые заявлены у нас До минус 50 Или 60 Кабланы Да Кабланы Они тоже продаются В нашем Большом магазине В городе Якутске Народные сапоги Дошараки Так называемые Но у них хороший Очень вкладыш Утепленный Чем вот они плохи Да Статики Может быть где-то На рыбалке В палатке сидеть Или там На буране ездить Они более-менее Но при продолжительном Нахождении При отрицательных Температурах Вот эта вот Эва Она дубеет Вообще просто Голеностоп Прекращает работать И ты ходишь На несгибаемых ногах Скажем так Вот это вот Голенищем Он начинает Берцовую кость Натирать У Кингхантера Чем плохо У них вот эта вот Часть ниже Специально заточена Под то Чтобы без утеплителя Тонкая Чтобы Запихивать Можно было В сапоги И вот в этом месте Где нет утеплителя Где нет защитного Слоя внутреннего Начинает Вот эта вот Твердая часть Она начинает Дисконфоровывать Ну как бы Надо отметить Да, что Эдуард Планировал идти В других ботинках Да, то есть Которые ходовые Но за счет Вот этого нюанса Что здесь нет Утеплителя Поэтому было принято Решение надеть Эва сапоги Я обычно еще Использую Как правило Либо унты Либо унты Либо валенки Самый надежный Самый лучший Самая лучшая область Для наших Ну Экстремальных Скажем так Выходов Походов на охоту Но так как у нас Дима В традиционной одежде Поэтому Я отказался И от валенок И от унтов И одел Была Традиционно Как бы считается Что Из белого оленя Полностью одежду Не шьют Потому что Это Ну как праздничная Одежда Считается Так что Его обычно Используют Как Для узоров То есть Скору Режут На воскутки И как Тавочки Вунты Тоже Цыплянки Вот И в них Используют Как элементы Узора То есть Грубо говоря Это не такая Традиционная Одежда В плане Для Повседневного Использования Да Это такая Праздничная Нарядная Одежда Ага Продолжение следует друзья мы сейчас добрались до площади одни типы целом ощущение нормальные как я раньше говорил опушок из нехара сама и его и не он не как в лед превращается вот здесь на шапке он как лед да получается так а у меня это мы как решение для нас а у меня есть и не на шапке на шапке да опушок вот этот носитки носитки да он у тебя он а ну хотя подожди-ка это не совсем лед это тоже снег не заледине до более плотный более плотный капюшон ничего страшно капюшон нормально имеется ввиду на самой шапке вот а у меня а у меня тоже есть да или нет у тебя за счет того что у тебя труба труба у тебя вообще нету и не тепло да да только вот в районе здесь так держишь ну кстати вот этот момент вот допустим даже если я вот так отведу холоднее если прям холодно я вот так закрываю и комфортно но именно для охоты то нужен обзор широкоформатный угол обзора да 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 вот это вот больше для экстремальных видов когда действительно находишься в статике охотнику нужно наблюдения и поэтому делают анатомический крой в том числе и капюшона и капюшон причем влагозащищенный вот они проницаем и и ветроустойчиво кстати да если допустим гражданской версии скорее всего вот это было бы подлиннее до конец а здесь это это угарочек видит примерно тоже хотя бы так но на на а в охотниках нет но только быть на вот интересный нюанс интересный нюанс вы заметили обратили внимание его где ваш телефон а в данный момент минус в том что нету карманов и так как мы современные люди на охоте приходит как телефон просто мне навигатор и пофотографировать надо мне приходится чехол носить маленькую сумочку под курткой один карман моя там обычно ношу патроны раз опуху вот и все вот если кармана то вот здесь на в отличие вот от традиционного одежда только вот в этой верхней куртке 8 карманов 8 карманов только вот в этой верхней причем есть четыре кармана влагозащищенной молнии можно какие-то документы какие-то гаджеты положительные переслевать за то что они на мост ну и плюс на комбинизоне еще шесть карманов очень сложности 14 на костюме 14 кармана а здесь один карман для рассыпки так но зато он теплее скорее всего по моим ощущениям сейчас где-то 40 40 минут уже прошло 45 мы уже двигаемся на улице вот ну именно вот какие подозревал с района ног уже постепенно начинает как бы этот охлаждение происходить я нормально полнейший отлично но мы пока вы наверно меньше всего вопроса будем тебе задавать сегодня ему сейчас попросил даже отдохнуть присесть посидеть посидим на скамейке ну для эксперимента не стали скидывать снег со скамейки и сели как присели как есть и вот сейчас вот я только посидим минуты три наверно уже мне три минуты я пятым местом пятой точкам ощущаю предвижение холода прохлада дима я ощущаю только то что я сижу на твердой поверхности никаких других ощущений температуры температурных изменений нет а я вот уже рукой спиной нет но я даже садится не буду на интересно на форио вот это кнопка да и горелых показать да зеленая вот давайте сделаем среди синие синие максимально слепить да нет нормально а ты сам по ощущениям как это минут через десять будет возможность на тепловизор здравствуйте а можно нас с нашим другом вас сфотографировать а вот это видео помошите руками как вас зовут тамара у вас такой шикарный наряд национальный вы всегда ежедневно так ходите но по выходным по выходным и это вы сами шили до тепло тепло вот у нас передача мы выбираем вот такая одежда или вот такая городская или вот охотничья у меня нет внутри у вас мех внутрь дойдет здорово здорово спасибо большое спасибо мы сейчас уже идем по проспекту ленина встретим такую девушку тамара сама сшила шикарный наряд очень теплый наряд выходного дня теплый красивый национальный и практичный и практичный я смотрели и почему-то меня выбрали как человека который зовем почему я видимо больше всех к рюкзаке да да у тебя это все лицо в этом вине но они же не знают что у пауэрбанк еще даже есть да действительно если посмотреть на нас троих вот давайте вот так я не знаю будет видно нет краю то если посмотреть на эдуарда покажется что действительно он замер сильнее всех но это под вопрос а потому что я как знаю сейчас пути и задубили сапоги да у эдуарда но им комфортно тепло я уже чувствую мы уже где-то около чуть больше часа идем по улице и в целом у меня от снизной части как же же немного подтягивать надо сказать что действительно в городском режиме я думаю вряд ли кто-то пешком будет ходить больше там получаса полчаса максимум вот я в целом эта неделя утро якутии ходил с утра до работы пешком это где-то два с половиной километра где-то минут 20 выходила на это и как бы без всяких проблем то есть для городского режима в целом я испытал уже на себе вот но сейчас мы заходим немного за предел уже больше часа идем по улице и я чувствую уже тонкие моменты сейчас мы пообщались получается я скорее всего сильнее замерз из нас всех троих мы сейчас узнаем у наших людей девушка здравствуйте скажите пожалуйста вот посмотрите на нас троих и как думаете кто из нас сильнее замерз эдуарда спасибо спасибо нет ну спасибо большое скажите кто из нас сильнее замерз на ваш взгляд кто то из нас больше замерз спасибо вот видите да то есть обманчивый вот этот момент когда смотришь на человека если он в тонкой одежде все лицо винии и кажется что ему холодно на самом деле из всех троих я думаю мне сейчас прохладнее всего получается ну дима само собой ему по-моему так не так вышел да может быть чуть подостыл там было жарко сейчас ему комфортно а у дуарда сейчас работает грелка но я думаю без него тоже будет костюм нормально отработал вот а у меня местами уже целом в районе но как мы смотрели на тепловизоре в такие не очень комфортные ощущения здравствуйте посмотрите на нас троих и скажите на ваш взгляд кто из нас сильнее замерз я спасибо вы первые кто угадали вот просто вот к этому описание что ты сказал как раз графики покажут да на самом деле да мы сейчас после соответственно не забываем да что на нас датчики и по минутам там будет видно как менялась температура вот тоже очень интересные данные будут я думаю ну конечно это все зависит как бы субъективно до человека кто-то сам по себе более теплокровный да кто-то мерзляк но тем не менее плюс-минус я думаю картина будет интересной испытана на себе информация с датчиков дала интересные результаты как видим в начале идет небольшой подъем температуры это мы еще одевались в помещении и достаточно сильно нагрелись затем после выхода на мороз ситуация начала меняться начнем с двух самых нижних кривых зеленая кривая это датчик висевший на уровне колен у эдуарда и в нижней точке он охладился до минус 14 с половиной градусов скорее всего датчик оказался на границе с голенищем сапог где фиксировалась большая теплопотеря как мы помним сапоги задубели и практически не сгибались на морозе оранжевая кривая это мой датчик также на уровне колен напомню что у меня под теплыми штанами были простые брюки и я начал ощущать неприятный холод примерно минут через пятьдесят нашей прогулки на тепловизоре также видно что имеются теплопотери через штаны и ботинки следующая кривая синего цвета это датчик эдуарда на уровне груди между первым и вторым слоем одежды температура опустилась чуть ниже плюс 15 градусов ну и следующий три графика с примерно одинаковыми показателями и температурой выше плюс 20 градусов это два датчика дмитрия под меховой одеждой также на уровне груди и колен и мой датчик под пуховиком как видно из кадров тепловизора пуховик показал достаточно низкие теплопотери также у дмитрия мы можем заметить интересную терморегуляцию его меховой костюм дышит то есть излишки тепла с паром проходит через шерсть но температура держится на комфортном уровне здесь четко здесь пара проницаем именно вот в этой зоне видишь что ты видишь вот дышит прямо вот видно у тебя четко у тебя ничего вообще не здесь не проходит да вообще как бронежилет штаны вот это да штаны вот в этой а ботинки и ботинки конечно я чувствую ботинки не ноги там этот нормальный здесь нет ноги тоже у тебя ага тоже чуть-чуть вот а тут вот у тебя вот ты четко и вот дышит вот это все да да что за спиной повернемся также по тепловизору мы можем наблюдать за низкой теплопотери костюма эдуарда основная потеря идет в районе голенища сапог в целом при ходьбе это скорее всего работало как некий насос вытесняя теплый воздух и нагоняя холодный если бы эдуард надел унты то результат был бы другим но мы изначально сделали сравнение между натуральными и синтетическими материалами как видите я уже снял немножко капюшон потому что знаю что здесь отсюда мы стартовали здесь теплое помещение ну и соответственно мы сейчас будем подводить итоги нашего небольшого такого кругового пешего маршрута да ну начну также по традиции уже себя я чувствую что ну не критично но я чувствую что промерзает ноги вот начиная с ботинок это где-то началось где-то на сороковой пятьдесятой минуте сейчас мы на улице находимся уже полтора часа ну и в целом надо учитывать что под теплыми штанами у меня в таком городском стиле находятся обычные офисные штаны да брюки могли быть или джинсы как бы это кто в чем ходит в офисе вот здесь никаких утепленных таких штанов специальных нету ни термобилия и так далее вот первую часть половину примерно я шел мне было прямо жарко здесь также на тепловизоре нам было видно да что практически пуховик не пропускает тепло да то есть нету потери то есть это очень хорошо в целом если поработать например я еще думал пойти в баффинах да то как бы но это не так интересно и в городе в такой обуви особо никто не ходит вот поэтому в целом если для таких промежутков там полчаса сорок минут ваше передвижение по городу в том числе ожидания например автобуса на автобусной остановке целом вот такая одежда комфортнее всего на эдуард ваше ощущение ощущение нормальные как в принципе вышли точно также возвращаюсь что по ногам то по рукам то в принципе по телу единственное для эксперимента мы включили обогрев и сейчас зона вообще хорошо стало вообще хорошо очень тепло в зоне спины плечевого пояса вот этого сейчас все греет и очень хорошо сейчас на максимальный стоит да красная красная горит это максимальный режим максимальный да давайте посмотрим сколько делений у пауэрбанка ушло где-то пауэрбанк мера полчасика отработал до сопр и не можно на ли не вытаскивать этот на 30 тысяч отключился на 30 тысяч миллиампер часов до достаточно такой емкостный пауэрбанк сейчас узнаем сколько у нас а тогда ну уверенно одно деление съела то есть одно деление за где-то около 30-40 минут из четырех делений да это настолько на это на максималке да на максимум на максимум но в целом можно было без нее обойтись да ну к вообще легко на третьем режиме я замерял это порядка на 8 часов не хватало что по поводу сапог также как бы они все в принципе тепло за счет хорошего очень вкладыша вот этого океанки да ну а с вами по тебе они уже давно давно превратились и тихо на плане они очень жесткие снова ты взросли они просто ясно так ну что наш третий участник дмитрий где он дима так 10 я так понимаю дима охлаждался сейчас вы так полный разгром скажу то что сегодняшнего времени недостаточно чтобы в полной мере испытать предел этого костюма потому что у меня рекорд нахождения на улице было 7 утра до 7 вечера примерно на охоте температура тогда была примерно минус 45 градусов это было на охоте то есть там была поездка на буране а потом я часа два стоял засаде добыли зверя шкуривали потом ехали обратно и вот ну девять часов я находился на улице поэтому я вот ну пока вот этот 12 часов я проводил максимум на улице а предел я не знаю сколько можно провести то есть целом вы видели что сейчас дмитрий пришел спокойно сел снег в снежке посидел то есть никаких ощущений ничего просто комфортное тепло да когда сел сугроб даже наоборот коленкам стало теплее а даже тогда то есть за счет того что они прижали за счет того что не прижались и за счет того что закрылись у меня закрыл поры видимо и теплый воздух не выходил потому что это она как так как натуральный материал полностью у него есть терморегуляция своя сброс идет сброса избыточного тепла идет и когда мы прогуливались по городу дмитрий также сказал что когда заходит в избу снимают вот эту но на ночевку снимая я снимаю куртку и штаны и вот калоши и оставляешь на улице доставляю сидеть на улице а утром а утром я выхожу одеваю сразу и еще и набора нагревается практически она прямо тут же практически нагревается вот так ну что друзья можно сказать что сегодняшнем у нас таком мини соревнований думаю никто не спорит еще посмотрим по графикам но я думаю они будут конечно похожи с нашим субъективным мнением значит вас дмитрий занимает первое место своим национальным зимним северным костюмом полностью сделанными из натурального меха второе место это у нас технологическая высокотехнологическая охотничья одежда многослойная да все по правилам 11 конечно чуть-чуть по сапогам там есть вопросы но это как бы ноги там не замерзнуть вот и третье место у меня городской городской парень у меня значит в целом нам сказать что для городских условий и для ходовой как бы ну ботинки они как бы больших ботах по городу не походишь да целом практически все ходят вот в таких ботинках они выдерживают как показалось здесь в такой температуре где-то около я думаю где-то 40-50 минут потом чуть-чуть начинает как бы становиться прохладно сейчас я бы уже зашел бы в помещение так ну и в целом можно сказать что для городских условий это наверно самая такая оптимальная одежда вот друзья но мы желаем вам успехов одеваться тепло одеваться по погоде надо не мерзнуть лишний раз и напомним что это был проект испытан на себе на канале якутия 24 я свое со своей стороны благодарю дмитрия благодарю эдуарда благодарю андрея который все это снимал и передвигался на автомобиле нашу поддержку что аппаратуру не выдерживает то есть фокус пропадает там на моем телефоне уже все мерзнет и мы вот так постарались как-то на разные средства это все заснять в общем берегите себя удачи успехов ну и конечно же еще раз повторю повторюсь одевайтесь по погоде до новых встреч пока все у нас хорошо кстати раяны в школьнике туда фольгу и дут она как они дали дезонова не только виси шапки не в красоте он все равно к это по теле есть а трактор снимаю а теперь есть деды а и в и это какая вы э и 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 на ногах как будто ботинки какие-то ну скажем так очень хорошего но он и идет как будто замерзся да 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 вот бунтаж вообще шикарный идет сзади он там женщина тоже идёт видимо бунтаж просто по лицу и верхней части у меня уже фокус замерз ты комментируй как мы видим никто не любит мерзнуть и в большинстве своем жители города якутска одевается тепло но все же у многих в основном идут теплопотери через обувь и штаны а а а а а а а а